И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. В данном видео мы продолжим говорить о политике Армении. В большей степени речь в данном видео пойдет о российско-армянской позиции по Карабаху, в частности. На фоне предыдущего видео, в котором я говорил о некой тенденции Армении в сторону антироссийского, антитурецкого, антиазербайджанского блока, это видео будет являться для вас интересным. Ну что ж, давайте приступим. И начнем мы, нет, не совсем с России, а чуточку издалека. В Армении все чаще и чаще ставят в пример для своих президентов и властителей, как ни странно, президент Азербайджана Ильхама Алиева. В связи с тем, что он не говорит, а делает. Он в кратчайшие сроки смог добиться разминирования Агдама. Практически разминирован Физули, раз в данном районе Азербайджана уже заработал международный аэропорт. То есть Азербайджан не говорит, он просто действует. И это видят армяне. И большинство из них, конечно же, я думаю, что готовы даже проголосовать были бы за такого президента для Армении. Не так ли? Я знаю, что меня слушают и армяне, проживающие в Армении, поэтому это вопрос к вам. Но разговор будет не совсем об этом. В дальнейшем, пожалуй, стоит как раз таки перейти к России. А ведь сближение Азербайджана и Армении, связанное с урегулированием многолетнего кровавого конфликта, позволило бы Армении, ну, если не встать, скажем так, на уважаемый уровень в данном регионе по экономике, то хотя бы существенно улучшить жизнь собственных граждан. В связи с этим странную позицию занимает Россия. Та самая страна, то самое государство, которое должно быть втройне заинтересовано в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Почему? Ну, давайте перечислим основные сегменты. Первое. Армения не будет столь тяжелым грузом лежать на шее России. Хотя зависимость Армении от России все равно останется, то есть здесь России не придется бояться за то, что Армения станет более независимой. 102-я база – это 102-я база. Российские пограничники – это российские пограничники. Я уж не говорю про экономическую зависимость. То есть бояться не стоит. Второй момент. Ведь именно Россия сейчас, можно сказать, имеет полное право хвастаться, да, хвастаться тем, что она поучаствовала в многолетнем конфликте, точнее сказать, в его урегулировании. Уберем в сторону, что Кремль в свое время поучаствовал в самом разжигании данного конфликта. Тем не менее, Россия может сейчас похвалиться решением данного конфликта. Так зачем же тогда Россия делает те шаги, о которых мы с вами сейчас поговорим? Крайне непонятные шаги, неестественные для политики, нынешней политики России. О чем это я? Давайте разберемтесь. На территории Карабаха Армения, как вы понимаете, была очень рада, что Россия решила провести учения в борьбе с беспилотниками. Очень интересный был момент. При этом это было до того, как Азербайджан и Турция решили в Лачине провести свои военные учения. То есть, учения Азербайджана и Турции были своеобразной ответкой на то, что решила провести Россия. Неужели Россия думала, что Азербайджан собирается угрожать России турецкими беспилотниками? Или что Турция захочет действовать во вред сближения своего государства с Россией? Тем более, учитывая то, что Россия недавно установила ядерную станцию на территории Турции. Смешно. Очень смешно. Поэтому я и не понимаю, зачем было проведено данное военное учение по борьбе с беспилотниками. Зачем надо было провоцировать Азербайджан на проведение другого учения совместно с Турцией? В Лачине. В Лачинском районе. Странно. Странности также заключаются в том, что на государственных сайтах Российской Федерации было опубликовано множество, как Россия потом заявляла, ошибок. Это не первые... Таких случаев были десятки. Когда Карабах отмечали как Нагорно-Карабахскую республику. Что вызывало у Азербайджана, конечно же, соответствующую реакцию. Реакцию негатива. И Россия вынуждена была извиняться. Но согласитесь, шаг крайне странный. Если не сказать больше. Неужели Россия действует во вред тому документу, в котором она являлась одним из главных подписантов? Договора капитуляции армянских сепаратистских сил. Неужели она действует себе во вред и сама себе наступает на мозоль? Не знаю. Не знаю, дорогие мои. Не знаю. Тем более провокации, исходящие из России, ведь на этом не заканчиваются. Недавно глава российских миротворцев до недавнего времени, во всяком случае, выполняющая эту роль, Мурадов на одном из заседаний в Махачкале сделал очень странное заявление. Крайне странное. Обо всех этих моментах говорится в той статье, которая сейчас находится перед вашими глазами. Он заявил, что российские миротворцы не покинут Карабах и через пять лет. То есть задержатся. Об этом там никогда не говорил никто из государственных мужей России. Кстати, более даже высокого уровня, чем сам Мурадов. Странно, что об этом заявил один из многочисленных генералов. Странно. Словно бы он и не знает о том, что в договоре, который подписывал Владимир Путин, президент России, есть два момента, два крайне важных аспекта. Это не только срок нахождения российских миротворцев, но и повод для их вывода с территории, с азербайджанской территории, с Карабаха. Это если одна из сторон, подписавших данный договор, будет недовольна нахождением данных миротворцев. Мурадов делает вид, что этого не знает, либо с этим не ознакомлен. Разве кто-то в это верит, что он этого не знает? Странно. Очень странно все это выглядит. Но и это не последняя провокация, которая была совершена с явной дорожкой из Кремля. Недавно Мурадов был заменен. То есть, Мурадова перевели на другую службу, и на его место поставили другого генерала, который до этого служил в Абхазии, тоже в миротворческих войсках. Это генерал-майор Кособоков. Вроде бы, какая нам разница от замены глав миротворческих миссий? Да нам не было бы дела, если бы не некоторые но. Первое но. Кособоков до этого служил миротворцем не где-нибудь, а в Абхазии. То есть, сотрудничал тоже с сепаратистскими силами. Тем более, Россия прекрасно осознавала, назначая Кособокова, что это является провокацией в отношении, в определенной степени является провокацией и в отношении отношений Азербайджана и Грузии. Не могла не понимать, но пошла на это. Я не думаю, что кто-нибудь спрашивал Азербайджан в тот момент, когда назначали Кособокова. И меня крайне ужаснуло, что никто не проявил никакого, ничего не высказал в отношении этого. Очень мало высказываний прозвучало из уст азербайджанской стороны. Да, можете считать это критикой. Странно. Очень странно. Но не только в этом заключается странность поведения Михаила Кособокова. В момент своего назначения на пост главы миротворческой миссии в Карабахе он почему-то не поехал в Баку, в Азербайджан, а решил посетить Ереван. Тем самым, внеся дополнительную лепту в недоверие ему, к нему, как к ответственному представителю российских миротворцев, как главе российских миротворцев на территории Карабаха. Не так ли? Так почему же делается все, чтобы Азербайджан перестал доверять российским миротворцам? Не знаю. Но знаете, у меня почему-то возникает такое чутье, что Россия добивается полного наказания Армении. Именно через вот эти провокационные действия. Потому что другой причины я здесь не вижу. чтобы Азербайджан точно сказал «нет» в ближайшее даже время нахождению российских миротворцев на территории Карабаха. И в связи с подписанным документом российские миротворцы покинут Карабах для дальнейшей доработки вопроса целостности Азербайджана. Я уже думаю, что все именно что именно к этому Азербайджан и подталкивают. А также, как ни странно, возможно, подталкивают и Армению. Ведь в Армении тоже звучат недовольства в адрес российских властей. Хотя Россия делает все как раз-таки с точностью данного оборота. То есть поддерживает Армению. Странно? Очень странно. Но давайте пойдемте еще чуть дальше. На фоне всех этих провокаций Мы с вами, конечно же, не можем не видеть то, как многочисленные российские СМИ начинают менять свою риторику. Как меняют свою риторику государственные мужи, назовем так, Российской Федерации. Советники, госсоветники в частности. Мы не можем этого не видеть. Но почему, тем не менее, происходят те действия, о которых я вас уже ознакомил. Нестыковочка получается. Нестыковочка. И опять-таки, думая об этой нестыковке, я прихожу только к одному. К одной причине, почему они возникают. Азербайджан подталкивают к полному решению Карабахского конфликта. К выводу российских миротворцев в связи с их недоработкой. Другого способа, другой причины я не вижу. Потому что, ну не может, учитывая, я и знаю, насколько умный и продуманный политик Путин, но не может он сам наступать на собственную мозоль и удалять часть органов из своего тела для того, чтобы ослабить себя. Зачем? Когда он может себя усилить. Странно. Перечисляя причины, которые могут вызвать вот такие перетрубации, назвав одну из них, стоит также заявить о второй. Это возможный раскол в самой России, который мы с вами не видим. В самых верхах. Как вы помните, я уже говорил вам и повторюсь, и сейчас вы об этом услышите, легендарный, по-своему, министр иностранных дел Лавров решил уйти. Уйти на заслуженный отпуск. Подать в отставку. Каждый может высказываться по-своему. Давайте послушаем этот момент. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, по имеющимся у нас данным, мысленно уже распрощался со своей должностью. Он идет в сенаторы, но идет и идет, но чем он в итоге запомнится нам? Тем, что постоянно оказывал давление на Армению. Да как бы это удивительно не прозвучало на фоне регулярных обвинений в адрес Лаврова с азербайджанской стороны, он реально является тем, кто оставил о себе в Армении дурную славу. Мы же все помним и его хамские заявления в период правления Сержа Сарксяна. И его записку приказного характера Эдварда Нолбандиано был... В отношении Сержа Сарксяна. Видимо, данные представителей армянства забыли, что Серж Сарксян, точнее сказать, во время его правления Армения принимала прямое участие в учениях НАТО. Так как же Лаврову на это было к этому относиться? Конечно же жестко, не так ли? Продолжаем. К этому предательству. Получив которую, он вынужден был поставить свою подпись под позорными армяно-турецкими протоколами в Цюрихе. Чем как ни давлением на Армению, ни ущемлением наших национальных, государственных интересов это было. А еще мы помним совершенно неуместные речи, а также еще более позорное молчание самого Лаврова и его главного начальника, президента России и Владимира Путина в ходе войны, развязанной турецко-азербайджанской военщиной против народа Арцаха. Опять-таки, против какого народа Арцаха идет речь? Против какого народа? Против граждан Азербайджана, которые возомнили из себя богов? Да нет. А вот то, что Армения и армянские власти крайне неблагодарны относятся к России, это правда. Находясь, теперь проживая на землях России, которые были переданы в свое время в момент поражения, к сожалению, Ирана в российско-иранской войне, это же самое Эриванское ханство, где сейчас находится столица нынешней Армении, было передано в вечное пользование одним из великих тоже предводителей Ирана из рода каджаров. К сожалению, из рода каджаров. Я не буду дальше пускать данный ролик, вы сами сможете его посмотреть, во всяком случае, кому это интересно. Я же хочу зафиксировать этот момент. Лавров уходит в сенаторы. То есть, видимо, действительно происходит какой-то разлом, какой-то слом. Ломается некая постоянная структура. И, видимо, вот в этот переломный момент некие силы решили поиграть, возможно, помыть ручки в грязной воде. Почему нет? Ведь такие, в кавычках, личности всегда находились. И в момент разрушения Советского Союза, и в момент Ельцинской России, и в момент раннего Путина. Так почему не помыть свои ручки в грязной воде во время позднего Путина? Вопрос тоже интересный. Но давайте пойдемте дальше. Ведь Армения предъявляет претензии не только к России. Ей должна не только Россия. Им должен оказывается и Запад. То есть, ложась под Запад, полностью даже ложась под Запад, Армения продолжает говорить о том, что и Запад ей должен. Как это сочетается в представителях армянства, я не знаю. Но давайте послушаем. После прошлогодней кровавой агрессии против Нагорно-Карабахской республики Азербайджан делает вид, что вопрос НКР решен. О какой республике идет речь и кто ее признал? Для того, чтобы называться республикой, ее кто-то должен признать. Должна быть хотя бы какая-то условная легитимность. Неужели Армения признал республику Карабах? Что-то я об этом не слышал. А значит минская группа АБСЕ изжила себя. Об этом президент Алиев заявляет направо и налево чуть ли не ежедневно в большинстве случаев для... Об этом заявляет в общем-то и Владимир Путин. Если говорить все своими словами. утренней аудитории дабы оправдать гибель своих бойцов в этой войне. Нашему президенту не нужно объяснять причины. Причина одна. Это вот именно что бойцы, которые умирали за родину. Но вам представителям армянства это не понять. Вы же приковывали своих солдат к окопам, чтобы они не бежали. А также к военной технике, чтобы они не покидали ее, а умирали прямо там на месте. Продолжаем. И конечно пытается посылать миссиджи мировому сообществу международным организациям в первую очередь той же минской группе АБСЕ. Мол, вопрос он решил единолично. Вернее с помощью Турции. По большому счету последние обстоятельства участия Турции переброска на фронт военной техники инструкторов и подчиняющихся ей боевиков порождает серьезный ваку. В отношении боевиков наличие даже одного боевика по сей момент не доказано. Вопросы у политизированного сегмента армянского народа. Неужели участие члена НАТО Турции в прошлогодней кровавой агрессии была сведома Североатлантического военного альянса? Если да, то по какому праву? Если нет, то почему до сих пор альянс не наказал своего агрессивного члена или вовремя не остановил строптивого стратегического партнера? Вред. Давайте остановимся. Обратите внимание, Армения сравнивает себя с Турцией в отношении важности для Запада. Не смешно ли вооруженные силы Турции вторые пасили в НАТО? Вооруженные силы Турции сдерживают именно сдерживают наплыв многочисленных беженцев с Ближнего Востока в Европу. А что делает Армения для Европы? Может быть чего-то мы не знаем? Может быть Армения передает какие-то секретные донесения воруя их из Кремля? Тогда да, Армения и могла бы заявить о том, что ай-яй-яй Запад не ценит. Но тогда признайтесь в том, что вы являетесь пятой колонной в среде российских союзников. О чем кстати неоднократно говорили многочисленные журналисты даже российские. Я уж не говорю про азербайджанских и так далее. Я даже не говорю о блогерах. Опять-таки не буду до конца запускать данное видео, чтобы не превращать свое видео в бесконечное. Поэтому мы пойдемте с вами еще чуть дальше. На фоне всех этих действий крайне интересно выглядит позиция Пашиняна. Пашиняну не простили признание западных районов Азербайджана. Почему я об этом заговорил? Потому что в предыдущем видео я уже говорил, как Пашинян признал тире поддержал как утверждалось позицию Грузии в отношении Осетии и Абхазии. Плюс он признает целостность Азербайджана. Странно. Если признание целостности Азербайджана является резонансом для Запада, то в отношении Абхазии он как раз таки льстит Западу. Странный момент. Знаете, возможно он играет в крайне умную игру. Вернее не он, а тот кто стоит за ним. Тот кто стоит за ним как раз таки хочет объяснить России и Западу что оба неправы. Запад неправ в отношении Карабаха, Россия неправа в отношении Абхазии. Возможная игра заключается именно в этом. Но тогда кто же стоит за Пашиняном? Определенные силы в Кремле и на Западе какие? Это точно не Байден и не Макрон. С точки зрения Кремля это возможно сам Путин. Это вполне возможно. Опять-таки Путину очень легко задуматься об Абхазии, тем не менее это вполне возможно. Путин менял очень редко, но менял свое мнение. Поэтому это вполне возможно. Но вот со стороны Запада что это за силы? Уж точно не Сорос. Впрочем, поживем увидим. Продолжая рассуждать, ознакомливать вас с различными статьями, мы переходим к следующей статье. армянские правозащитники установили личности азербайджанцев, пытавших армянских военнослужащих. А интересно, армянские правозащитники установили имена и фамилии тех, кто пытали азербайджанских азербайджанцев, когда они находились в пледу у Армении. Или нет? По сей момент, видимо, им очень тяжело их найти. Интересно. Очень тяжело. Я понимаю. это так. Информация короткой строчкой. Второе, что мне хотелось вам представить, это фото и видео факты, свидетельствующие о том, как армяне глумились даже над собственными, я подчеркиваю, культурным наследием, церквями, монастырями и так далее. Обязательно ознакомьтесь с данной статьей, я не буду уже ее запускать, чтобы не превращать свое видео в бесконечное. Я на этом с вами, пожалуй, даже попрощаюсь. Вот эти съемки, фотографии. Всем до свидания. Всем пока. Всегда ваш Сиидов Кямран. До свидания. До свидания, дорогие друзья. И до новых встреч на моем канале. Всегда ваш Сиидов Кямран. До свидания. ASYD